По вкладу А банк в течение трех лет в конце каждого года увеличивает на 12% сумму, имеющуюся на вкладе, а по вкладу Б увеличивает эту сумму на 14% в течение каждого из первых двух лет. Какое наименьшее целое число процентов должен отчислить банк по вкладу Б за третий год, чтобы вклад Б оказался выгоднее вклада А? Для начала запишем наши условия. Для упрощения вычислений введем следующую переменную. С плюс С деленное на 100 и умноженное на процент Р. Преобразуем получившееся выражение. Вынесем общий множитель сумму С. Тогда у нас получается С умножить на скобку 1 плюс Р деленное на 100%. Обозначим получившуюся скобку за К. Тогда у нас получается следующее, что процентная ставка банка А равняется 1,12. Процентная ставка банка Б, КБ, будет равняться 1,14. Нас просят найти, какой процент начисляет банк Б за третий год. Р, Х через знак вопроса. Рассмотрим банк А. Тогда в самом начале наша сумма в банке А будет равняться С. Через год эта сумма должна увеличиться на процентную ставку банка А. То есть С мы должны умножить на процентную ставку КА. Еще через год наша сумма С умноженная на процентную ставку КА увеличивается еще раз на процентную ставку банка А. То есть умножаем на КА. И в последний год наша сумма С умноженная на КА умноженная на КА еще раз увеличивается на процентную ставку банка А. То есть умножаем на КА. Преобразовав, получаем S, умноженное на процентную ставку КА в кубе. Рассмотрим банк Б. Вначале наша сумма равна S, такая же, как в банке А. Через год наша сумма увеличивается на процентную ставку банка Б, то есть умножаем на КБ. Еще через год наша сумма S, умноженная на КБ, увеличивается еще раз на процентную ставку Б, то есть умножаем на процентную ставку КБ. И в последний год наша сумма S, умноженная на КБ, умноженная на КБ, умножается на неизвестную процентную ставку КХ с процентом РХ. Преобразуем, получается S, умноженная на КБ в квадрате, умноженная на КХ. Чтобы условия банка Б были выгодны, следовательно, разница итоговых сумм банка Б и банка А должна быть больше нуля. Тогда у нас получается S, умноженная на КБ, квадрат, умноженная на КХ, минус сумма, которая получится в банке А, это S, умноженная на КА в кубе. Будет больше нуля. Решим получившееся неравенство. Для этого все наше выражение разделим на S, так как сумма, которую мы кладем в банке А и В, одинаковая. Тогда у нас получается КБ, квадрат, умноженная на КХ, минус КА в кубе, больше нуля. Преобразуем, перенесем процентную ставку банка А в кубе, через знак неравенства. Тогда у нас получается КБ, квадрат, умноженный на КХ, будет больше, чем КА в кубе. Разделим получившееся неравенство на процентную ставку КБ, квадрат. Тогда у нас получается, что КХ будет больше, чем КА в кубе, деленное на КБ, квадрат. Подставим сюда наше значение. Тогда у нас получается, что КХ будет больше, чем 1,12 в кубе, знаменатель, 1,14 в квадрате. Посчитав, получаем, что КХ будет больше, чем 1,08. Процентная ставка КХ равняется единице, плюс процентная ставка Х, деленная на 100%. Подставим наш КХ, получившееся неравенство. Тогда у нас получается 1 плюс РХ, деленное на 100, больше, чем 1,08. Домножим все наше выражение на 100, чтобы избавиться от знаменателей. Тогда у нас получается 100 плюс РХ, больше, чем 108. Перенесем 100 через знак неравенства, и у нас получается, что РХ будет больше, чем 108 минус 100. Тогда РХ будет больше, чем 8. Следовательно, тогда РХ равняется 9%, так как у нас процентная ставка банка Б за третий год должна быть наименьшей и целым числом. Запишем ответ. Процентная ставка банка Б за третий год равна 9%. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Продолжение следует...